Республиканское унитарное предприятие художественных изделий «Слудские пояса» переживает сейчас реконструкцию производственного корпуса. Проектно-сметная стоимость работ составляет более 56,5 миллиардов рублей. В августе прошлого года была начата реконструкция. На сегодняшний сентябрь она близится к завершению. Освоено уже чуть менее 56 миллиардов бюджетных средств. По словам директора предприятия художественных изделий «Слудские пояса» Ларисы Тарасовой, У нас производство очень многостороннее. Мы вообще начинаем производство свое с пряжи, с волокна. Получаем волокно, делаем пряжу, полушестяную пряжу, сложением на пряжу полиэфирную. И далее пряжа, она уже по участкам расходится. Ручное от качества – особо значимый участок предприятия, особо ценный, так как именно здесь создается бренд предприятия «Слудские пояса». Сохранение культурного наследия Белоруссии, возрождение от качества шелковых поясов, эффективность использования бюджетных средств, затраченных на реконструкцию. Эти вопросы интересовали председателя комитета государственного контроля Минской области Валерия Стадольника, посетившая предприятие художественных изделий. Цель рабочего визита – проконтролировать ход выполнения поручения главы государства по возрождению «Слудских поясов» в Республике Беларусь. Я хочу сказать, что это действительно дань нашим предкам. И когда-то это был известный в Европе белорусский бренд. И я полагаю, что его возрождение имеет большое значение для нашей страны. Близится к завершению реконструкция производственного корпуса «Слудских поясов». Вот здесь, на первом этаже, ранее был цех. Сейчас завершается создание музея истории «Слудского пояса» с организацией постоянной экспозиции. Готово к приему гостей кафе «Старый город». На первом этаже сейчас также идет процесс монтажа ткацкого оборудования. За стеклом можно будет наблюдать работу гигантского пятиметрового ткацкого станка. У нас есть аналогичное, как сетильное предприятие. Качество есть, и сновольные машины, и грядельные. Но они предназначены для переработки льна, для переработки шерсти. А это оборудование именно специализируется на переработке шелка. Это сновольная машина, это мотульная машина и ткацый станок с жикардовой машиной, которая позволит выпускать все возможные расцветки, чтобы было даже до 20 можно ставить цветов, и рисунки, какие только душа пожелает. Стальное ткачество – примета времени. Однако на предприятии сохраняют и ручное ткачество. Ручное ткачество производительности не даст. Но его нужно сохранить, и наша цель была, поэтому мы его и оставили, и участок, и дальше развиваем, для того, чтобы народное творчество сохранить. Это, конечно, история. Посетив цеха и участки предприятия художественных изделий «Слудские пояса», ознакомившись с ходом реконструкции, председатель Комитета государственного контроля Минской области Валерий Стодольник отметил положительное состояние производственных и финансовых дел. В реконструкцию вложены немало государственных средств, и поэтому мы, конечно, просто обязаны контролировать такие немалые расходы. И я полагаю, что тот, так скажем, предварительный контроль, который проведен сотрудниками Солигорского межрайонного комитета, показывает, что в целом здесь государственные средства использованы в должных целях. К концу сентября предполагают ткачи слудских поясов завершить реконструкцию производственного корпуса. А это значит, совсем скоро появятся аналоги известных с 18-го столетия слудских поясов. Вклад белорусского народа в мировую культуру. Вклад белорусского народа в мировую культуру. Продолжение следует...